Девушки отдыхают Если вы не в курсе, то скажу вам сразу, что этот чемпионат уже довольно старый, это вообще, по-моему, самый старый чемпионат по Total War проводится еще с 2007 года и по сей день каждый год стабильно по чемпионату проводится. Собственно, это самый крупный чемпионат России, и в этом году сразу организаторы решили проводить несколько чемпионатов сразу по нескольким играм серии Total War. Это Рим 2, это Атила, это Вархаммер 2 и это, если я не ошибаюсь, как раз Третьцарствие еще. Я вообще первоначально хотел сделать такие разборы обзора битв вообще на битвы всех чемпионатов по Total War, но потом, когда мне скинули реплеи, я посмотрел, что их просто дофигища, и я чисто физически не успею обозреть их все. Вот, поэтому чисто для себя я усвоил, что, скорее всего, скорее всего, я в основном буду обозревать битвы чемпионата по именно в Риму 2 и в меньшей степени по Атиле. По Атиле уже по остаточному принципу, если успею все разборы сделать по битвам именно в Риме 2. Почему Рим 2? Ну, потому что я считаю, что банально Второй Рим самая подходящая игра для именно киберспортивной соревновательной дисциплины. Она самая сбалансированная вот именно с точки зрения киберспорта, как я думаю. То есть тут довольно сбалансированные юниты, камень, ножницы, бумага и все в этом духе. Тут как бы реально решает скилл игрока в первую очередь, а не то, насколько жирный какой-то отдельный отряд войск и все в этом духе. Поэтому я буду делать упор именно на сражение чемпионата России по Total War 2019 именно на Риме 2. Все это мы усвоили, а теперь, собственно, господа, давайте перейдем уже к первым битвам на чемпионате. Но перед этим немного рекламы. Рекомендую подписаться на канал Папа Квази Плей. Несмотря на то, что автор начал делать канал совсем недавно, тем не менее на его канале уже много разнообразного контента. Вы можете посмотреть, как авторы проходят игры на максимальном уровне сложности, такие как Total War Warhammer 2, Total War Троецарствие, Иратус, Троны Британии, Life is Feodal, StarCraft 2 и так далее. Разнообразие контента и фирменный авторский подход к делу не оставят вас равнодушными. Сразу видно, что Папа Квази любит свое дело, и поэтому я рекомендую вам подписаться на его канал. Ссылка в описании под роликом. Итак, возвращаемся снова. Пока что у нас есть битвы с отборочных этапов, и как только пройдут все битвы с отборки, у нас уже пойдут битвы по системе плей-офф. Ну а пока что у нас отборка, поэтому я уже качнул себе реплей первой битвы, которую мы будем разбирать. Это отборочный пока этап. Итак, сегодня у нас будут схватки. Схватки, будут схватки. Сигурд с Пляшем. А Сигурд это клановый игрок, собственно кланове Милитера. Пляшем, как я понимаю, это не клановый игрок, просто какой-то обычный человек. Итак, собственно, Сигурд у нас будет в первой битве за Галатию. Пляшем за Эпиром. Что же, довольно необычное сочетание фракций. Посмотрим, насколько это будет интересно. Итак, сразу пока идет загрузка, вижу, что у Галата, в принципе, довольно сбалансированный набор войск. Тут и есть и застрелы, и конница, и обычная пехота. А у Туэпира как-то даже необычная. Ну, сейчас все подробнее мы будем с вами смотреть. Итак, собственно, первое для обзора это у нас Сигурд, армия Сигурда, Галатия. Смотрим. Итак, собственно, по пехоте. Основное ядро пехоты у Сигурда это Галатские легионеры. В общем, даже неплохие ребята по статам, не стыдные. Собственно, их тут раз, два, три, четыре, пять, шесть войск Галатских легионеров. И пушечное мясо в лице крестьян-новобранцев. Собственно, я даже понимаю, почему он их нанял, потому что крестьяне-новобранцы это вообще у варваров довольно читерные войска. Несмотря на то, что это то еще пушечное мясо, тем не менее, у них есть, если как его, копья, да, которые они метают. Не у всей начальной пехоты вообще, у всех фракций, да, есть именно возможность сначала пострелять там дротиками либо копьями, а потом они уже только идут в бой. У них обычно дротиков нет. Но у варваров есть, поэтому это очень большой плюс. То есть они на себя, как и основной огонь, будут принимать, тем самым сохраняя больше людей в отрядах более ценных войск. И еще могут пострелять, тем самым нанеся урон вражеским отрядам, которые, например, плохо защищены от именно стрел, там, копий и все в этом духе. Так, по конице. У Сигурда три отряда голландских разбойников, это конные застрельщики, и они тех еще бед могут наделать. Уж по себе знаю, ненавижу вообще конную, стрелковую конницу, как и голландских разбойников, блин, так и Тарантику там какую-нибудь эллинистическую. Вот. И, соответственно, потому что они очень мобильные ребята, и, блин, потом могут за собой, там, в ловушку погнать, там, вашу конницу. Кельтские застрельщики три отряда. Обычные кельтские застрельщики. И, в принципе, на этом застрелка все. По коннице ближнего боя, очень хороший набор, а тут два отряда наемной Каппадокийской конницы, наемная Каппадокийка, вообще, Каппадокийка, это одна из самых мощных конниц ближнего боя в игре. И, собственно, один отряд знатных всадников, это Плаководец, тоже очень крепкие ребята. Вот, короче, довольно хороший, прям, забалансированный набор войск у Галаты. Посмотрим теперь, что у Эпира, потому что у Эпира, на самом деле, я еще посмотрел, как-то вообще непонятно. То есть, что мы сразу видим? Из застрелов у него только три отряда прачников, все. Как бы на этом вообще все, у него больше нет ничего. Пехота, ну, типа, как ядро. И всего почему-то два отряда фессалийской конницы, причем я вообще не понимаю, почему он только два отряда нанял. И, типа, ну, фессалийка, это же, типа, шок кавалри. То есть, в битве, например, с Каппадокикой, она вообще не выдержит, там, я не знаю, и полминуты просто ее снесут. Непонятно, почему он выбрал именно их. Но, окей, посмотрим. Может быть, у него есть какой-то план, которого он будет придерживаться, что называется. Так, гоплиты. У него в основном основная армия. Гоплиты, гоплиты, гоплиты. Так, три отряда наемных сомницких воинов. Да, царские пельтастые. Два отряда. И два отряда пикинеров. Сомнительный, на самом деле, набор, потому что гоплиты, например, как пехота ближнего боя, она, ну, как, она может танковать, да, она может сдерживать натиск, но урона, как такового, гоплиты, ну, особо не причинят. То есть, как бы, я бы на его месте побольше бы наемных сомницких воинов бы набрал. Да и, как бы, они дорогие, я бы заменил бы гоплитами, гоплитами, да, гоплитов пикинерами. Но, я так понимаю, просто, видимо, парень не очень хорошо микроконтролит пикинеров, поэтому он решил все-таки сделать основу гоплитами. Ну, не знаю, гоплиты против галатских легионеров, ну, не знаю, это очень такое себе. То есть, ну, ладно, глянь, может быть, тут будут какие-то сюрпризы, хотя, учитывая то, что у нас галат, да, Сигурд, это клановый игрок, я чую, что именно он будет навязывать игру в этой битве. Но, посмотрим, может быть, нас пляшем чем-то удивит. Может, он скажет, да, пофиг, пляшем. Пэм-пэм. Так, сразу мы видим брусиловский прорыв, соответственно, на правый фланг со стороны Сигурда. Ну, и понятное дело, что он сейчас с этими своими галатскими разбойниками будет делать заход во фланг, тем самым сделав раздрай полный. Ну, соответственно, пляшем это видит, отправляет два отряда Фисалики навстречу, чтобы как-то проконтролировать это событие. Уйдет сближение. Так, и, видимо, сейчас прачники уже пойдут набивать первые фраги, но, вот видите, как я и говорил в самом начале, то есть... Крестьяне новобранц, по сути, пушечное мясо, они сейчас... Ну, что они сделают? Ну, выбьют там пару отрядов. Ну, окей. А дальше что? Вот, ну, я о чем и говорю, то есть Сигурд, он прям навязывает битву, он уже своими конными застрелами, уже прям сам тыл подошел, и само собой, но... Блин, Фисалийская конница, у них вообще практически защиты нет от стрелковых отрядов, просто они сейчас их выкосит просто как нефиг делось. Ну, что и требовалось доказать, сразу минус 5, минус 10, все, ребята, поплыли, все, до свидания, Фисалийская конница, нам будет вас не хватать. А меж тем, как мы видим, вот про что я и говорил, крестьяне новобранцы, начинают обстрел уже гаплитов, и посыпались уже первые, мать всего, гаплиты, господа. Посыпались просто как... Ну, как, еще пока не посыпались, но я чую, что скоро посыпется. Вот сейчас несколько залпов сделают, и... О, 119, 117, сразу, блин, пара отрядов уже сразу, пару человек в отряде. Фисалик что-то пытается делать, но тут все попытки тщетны, тем более... Зачем? Зачем он это делает? То есть он шок кавалери пошел, блин, на наемную кападокику, это... Это я не знаю, это то же самое, что маленького карлика ввести против Александра Валуева, точнее Николая Валуева, да, ну... Все понятно, это как типа... Фанаты Тейлор Свифт идут против нового альбома Тулу, примерно то же самое. Так, эм... Ребята начинают сближаться, пошли уже в бой галатские легионеры. А смотрите, галатские легионеры еще даже не приступили к разделыванию гаплитов. А крестьяне-новобранцы, они свою стоимость нищенскую отрабатывают, блин, просто на 200%. Еще пока галатские легионеры даже не сблизились с отрядами гаплитов, от гаплитов уже просто рожки до ножки, блин, на самом деле. То есть 109 от человек, тут еще полные, ладно, окей, 111, 116, ну, то есть вы понимаете. Вот это вообще забавно, то есть просто это расстрелы бедных каких-то детей, блин. Да, очень больно на это смотреть, как бедные гаплиты стоят, ничего не делают и все, их просто расстреливают. А между тем, как мы видим, ну, само собой, от Фессалиска, Конницы ничего абсолютно не осталось. Их, с одной стороны, расстреляли, за другой просто катком прошлась Каппадокийка, просто как нефиг делать. Ну и, собственно, вот видите, я думаю, вот именно сейчас это главный момент битвы. Все, уже в идеальной коробочке. Пляшем, образовалась брешь. Он пытается как-то перестраиваться, но все, это вот сейчас главная была ошибка, потому что все, построение потеряно, и Сигурд, он что планировал, он то и сделал. То есть он просто сделал так, чтобы защитное построение пляшем полностью рассыпалось. Все, пошли бреши, соответственно, пляшем не успевает микроконтролить, и, как мы видим, все, застрельщики вошли в тыл, и сейчас начнут разматывать прачников. Ну и потом, понятное дело, конец по фангам, собственно, классика, классика жанра, господа, классика жанра. Кстати, непонятно, почему отдыхают у нее пикинеры, то есть пикинеры вообще у нее никак не работают. Только сейчас додумался их отправить в битву, но, опять же, не так надо управлять пикинерами, потому что они пока копия опустят, блин, их уже на сервелат наклонные разделочные отправят. Ну и, как мы видим, да, классика жанра, КПД Айкика врывается в тыл, ну и все, ГВП. Собственно, вот эти два отрядика сейчас пойдут в царство Аидов. Ну и все, как мы видим, в принципе, уже с этого момента битва проиграна, по сути. Просто нападай в тыл, сколько угодно, нападай не хочу. По сути, сейчас войско Эпиро, они раздроблены, да, там, по каким-то маленьким группкам, то есть они уже не представляют там какого-то монолитного мощного соединения. Ну и, как мы видим, все понятно. А так пикинеров, пикинеров в тыл, ну и все. Гудбай. Да? Не, ну, слушайте, я думаю, что все-таки основная проблема пляшем была в том, что он выбрал, ну, довольно неудачный состав войск. То есть, как бы, делать упор на гаплитов и не набрать ни нормальную конницу, ни застрелок. Ну, это довольно странно. Тем более, как бы, против такого набора войск со стороны Галасии. То есть, тут... И мощная конница хоть даже два отряда, но она и то столько дел надела, да, там, плюс Гена. Потом Галасские легионеры тоже очень сильные ребята в ближнем бою. Как бы, я не знаю, что хотел противопоставить гаплитами им пляшем. Ну, то есть, вообще. Они могут подержать какое-то время, но это все, это максимум. Ну и все, знатные всадники сейчас добивают. Последние остатки Эпирской армии. Вот эти ребята отделены от... отсечены. Там... Сейчас набивают фраги застрелы тоже, помогают своим. Вот наемные только, не знаю, там, царские пельтасты и наемные саммитские воины. Вот что надо было набирать за место гаплитов. Потому что они, как бы, держат реально. Но они дорогие. Вот в этом проблема. Поэтому я бы все равно бы на месте пляшем больше пикинеров бы набрал. Пользы было бы больше, конечно. Со условием того, что он их грамотно бы микроконтроллером... Микроконтроллером. Ну и, собственно, все. Остались один отряд гаплитов в центре, да. Один отряд гопников на левом фланге. И финальный заход, собственно. Еще сейчас вдарит своей наемной каппадокикой Сигурд. И все. Пляшем окончательно посыпался. Все, полководца убили. ГГВП. Ну, опять же, еще раз повторюсь. То, что довольно сбалансированное войско набрал Сигурд. Как мы видим, тут ядро из сильной пехоты. Отвлекающие ребят пучное мясо. Которые еще и ослабили. Очень неплохо. Гаплитов. К пляшем. Ну и, соответственно, Самый сок тут сыграли застрельщики, да. Плюс конница. Очень грамотно конницей сработал Сигурд. И именно как раз из-за хорошего действия конницы Сигурд сэкономерно и выиграл в этом сражении. По Эпиру, опять же, повторюсь. Ну, набор войск максимально странный вышел у пляшем. То есть я бы на его месте бы убрал всех гаплитов и поставил бы пикинеров. Причем даже хватило бы обычных пикинеров-новобранцев на самом деле. Они бы по фрагам набили бы больше, чем гаплиты. Вот вы даже сами посмотрите, сколько набили два отряда пикинеров. Собственно, 82 и 59. И сколько, ну, просто набили гаплиты. Тут реально сражались только два отряда, а остальные, что-то я не знаю, что делали. То есть они абсолютно не работали, не отрабатывали свою стоимость. Наемные сомниты так еще более-менее как-то понабивали. Но, опять же, посмотрите, сколько набили галатские легионеры. Ну и, короче говоря, вы и без меня все поняли. Вот царские пельтасты еще тема. 165 набили. Вот это я понимаю. Вот надо было побольше набрать. И, кстати, посмотрите еще. Блин, какой странный набор войск. У Эпира еще не было трех отрядов. В то время как у Галатии был фуллстэк. Вот. То есть Эпирцы еще и в меньшинстве были в численном. Поэтому как бы тут все было предсказуемо с самого начала. Ну окей, ладно. У нас еще есть вторая битва с участием этих парней. На этот раз Сигурд будет за Иценов. Пляшем за Куш. Кстати, очень интересно. Потому что... Ну и Цены я знаю. Армию Ценов. А вот Куш... Это вообще поле не пахное. Потому что Куш, по-моему, открыли для игры только недавно. В самом последнем DLC для Рима Второго. По-моему, оно называется... Пустынное Царство. Дезерт Киндомс. Там Куш и еще, по-моему, Собея. И еще кто-то забыл уже. Вот. Я это DLC, кстати, не покупал. И для меня вот набор войск армии Куш, он абсолютно является прям какой-то загадкой. Тема интереснее. Давайте посмотрим повтор. Итак. У Иценов. У Сигурда я опять вижу довольно сбалансированные войска. У Куша, да. У пляшем какие-то типа серпоносы. Уже побольше конницы, как я вижу. Уже, я смотрю, так по разнообразнее тоже войска. Но давайте еще раз пройдемся по войскам каждой из сторон. Итак, опять же, основное ядро у Сигурда. Это отряд избранных мечников в перемешку с отважной знатью. Очень хорошие ребята. Ну, собственно, самые сильные войска у Иценов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть отрядов. Так, и опять же, в принципе, тактика у Сигурда, понимаю, такая же, как и будет в прошлой битве. То есть, опять он нанял много крестьян-новобранцев, которые будут работать как пушечное мясо и ослаблять основные войска противника. Вот, их и потерять будет не жалко, и противник будет на них отвлекаться. Потом, всадники-ветераны. По два с каждого фланга, да, всего четыре. И, соответственно, отважные всадники. Тоже довольно сильные ребята. Ну, как относительно, конечно. Есть ребята и покруче. Так. Ну, опять же, довольно сбалансированный набор войск. Бритских прачников только он нанял, да, в этот раз. Во прошлой битве это были застрелы, сейчас прачники. Значит, будет дальнобой. Посмотрим теперь куш. Пляшем. Для меня это более интересно будет посмотреть, потому что я за куш вообще не играл. Мне прям интересен набор войск. Ну, рабы-прачники, кстати. Забавно смотреть, зимняя неметацена и вот эти вот... Ладно, мы будем политкорректными афроамериканские рабы. Господи, это уже звучит как максимальный мета-модерн и посторонний, да. Свободные афроамериканские рабы-прачники, да. На зимней неметацена. Ну, ладно, короче, три отряда прачников. Потом. Рабы, копейщики, куша. Кстати, давайте сравним. Например, копейщиков куша и обычных копейщиков. Так, 20, 25, 20, 18, 51, 45. Так, 12, 22, 25, 55, 45, 50. Ну, по защите, в принципе, более-менее одинаково, но в атаке, например, копейщики рабы-куша, они даже покруче будут, чем обычные. Копейщики-новобранцы, да, у иценов. Посмотрим теперь воинов-шателлах в доспехах. Тоже, вроде, с виду довольно крутые ребята. 40, 50, 28, 56, 95. Броня, 60 здоровья. 40, 50, 25, так. Ну, слушайте, даже чуваки с шателлами, они даже будут покруче отряда избранных мечников, как я понимаю, в целом. То есть, вот это уже, я чую, будет интереснее. У него получается раз, два, три, четыре рабы-копейщики, да, и раз, два, тоже четыре отряда воинов с шателлами в доспехах. И, опять же, а, вот, еще один отряд рабов-копейщиков-куша. А, то есть, 4, 5, 6, 6 отрядов-копейщиков-рабов-куша, да, и четыре отряда воинов с шателлами в доспехах. Окей. У нас защищенная конь с пустынем. Так, вроде как тоже по статам неплохая, может дать неплохой отпор конницы и ценов. И, внезапно... О, боже мой, серпоносные колесницы! Колесницы тоже довольно противоречивый вид войск, потому что, ну, все зависит от прямоты рук того, кто колесницами управляет. И, по моему опыту, ну, колесницы редко когда бывают эффективны, точнее, даже не то, что они редко когда бывают эффективны, а мало кто может эффективно управлять из игроков колесницами. То есть, в основном они увязывают... увязываются просто в отрядах, и все, их потом разбирают. Ну, ладно, посмотрим. Как в этот раз, я думаю, сейчас эта битва всяко поинтереснее будет. Так, начинается сближение. И посмотрим теперь, как у нас будет обстоять битва на зимний Менемед оценник, кто кому будет навязывать игру. Но все-таки, действительно, сейчас Пляшем выбрал более интересный набор войск. Более лучший, чем тот, что он выбрал за Эпир. За Эпир вообще полная непонятность была, почему именно так он выбрал. Почему он подумал, что гоплиты хороши, например, в атаке, да? Ну, ладно, смотрим. Так. Сигурд начинает движение. Так, и как мы видим, да, он с правого фланга сейчас Пляшем вывел свою конницу, пока все в ожидательном режиме. Вообще, довольно интересно смотреть, как перемещается Сигурд. Таким немного ломаным строем, что ли, вот так вот он как-то идет. Постоянное перемещение. Ну, чтобы, соответственно, противнику тоже было неудобно, некомфортно. Так. То есть, прям одной монолитной армии, одним монолитным кулаком сейчас идет Сигурд. Выводит своих прачников на перестрелку с прачниками-рабами. Так, окей. Так, рабы начинают обстреливать крестьяново-бранцев. И тоже парни вышли на линию огня. Тут еще, смотрите, какой нюанс. Многие из игроков, они, например, не придерживаются такой тактики, что, например, они всеми стрелковыми отрядами выбивают какой-то сначала один отряд, а потом приступают ко второму. То есть, короче, многие играют как вот, типа, одним отрядом бью один отряд, еще одним второй и так далее. Это неэффективно. Надо сразу всеми застрелами сначала выбивать какой-то один стрелковый отряд, потом приступать к остальным. Как мы видим, кстати, как-то не особо эффективно работают рабы-прачники у пляшем. А как мы видим, уже один отряд полетел у них, я смотрю, у рабов-прачников. А тем временем начинают уже перемещение всадники-ветераны опять в тыл. Причем совершенно спокойно ребята заходят в тыляку вражескую. Опять я чую, сейчас будет повторение. Хотя вот, может быть, пляшем сейчас что-то придумают на правом фланге. Пока он просто что-то стоит и выжидает. Хотя можно было бы уже попытаться как-то беспокоясь Сигурда, да? Ну, хотя бы какие-то отвлекающие маневры что-то сделать. И как мы видим, опять, блин, навязывает битву, навязывает игру Сигурд, потому что бедным прачникам пришлось отойти. Опять в бой идут и цены. Сигурд навязывает сражение. Посмотрим, как сейчас будет. Ха-ха, так отбегает. Ну да, пошла обманка. Причем, смотрите, насколько... Насколько нецелостно, да, сейчас пляшем идет на Сигурда. Как-то немного сдвинуто получилось. Говорю, вот эти ребята, они опять в тылу. Сейчас просто выждут нужный момент и нападут в тыл. Между тем, завязалась уже битва между копейщиками. Так, 114-92. Но, да, рабы-то, копейщики кушают покруче будут, чем копейщики. Крестьяне-новобранцы, как я уже говорил. Поэтому битва бомжей, я думаю, будет за кушем. А вот что будет дальше, непонятно. Ну так, решили копейщики, так, пока на отряд копеносов тоже пойти. Их потихоньку пацаны окружают. Опять же, на правом фланге, но сейчас только он что-то... Видимо, понял пляшем, что надо что-то делать на этом фланге. Ну, опять, какие-то робкие попытки, но тут Сигурд вообще все контролит. То есть тут вообще у них без шансов, блин. Ну, правильно, тут получается два отряда ветеранов-всадников уже в тылу, да, плюс полководец тут тоже контролит. А чтобы контролировать свой личный тыл, да ему вполне два отряда крестьян-новобранцев хватит, да, и два отряда ветеранов-всадников, и все. Поэтому все опять грамотно, по красоте делает Сигурд. Кстати говоря, еще что хочу сказать. Прачники у Сигурда отлично отрабатывают, они сейчас реально помогают своим пацанам, в то время как рабы-прачники у пляшем, опять же, занимаются непонятно чем. Там тусили очень долгое время в тылу, и опять же он как-то максимально неэффективно делает менеджмент своих войск. Ну, уже началась, собралась куча балабан, все в одно место, сейчас просто, опять же, получается, все отряды на один отправляет пляшем. И это плюс Сигурду, да, потому что у Сигурда больше свободных отрядов, и он сейчас может своими отрядами, да куда угодно, зайти там в тыл, во фланг. О-хо-хо-хо! Так, вот это сейчас очень круто было, то есть... Всю... Всю колесницу просто одним залпом, просто одним залпом крестьяне-новобранцы просто размотали, да? А колесница стоит дохренища денег, но, как я уже говорил, максимально эффективно, мало кто может ей управлять. Ну, вот это вот сейчас было вообще очень забавно, очень забавно. То есть, короче, я так чую, но... И сейчас, ну, еще и завязнет. Все, короче, полностью размотали вражеского полководца в войска Сигурда, и получается, что он сейчас еще и помрет, и Курш лишится еще и своего полководца, и, короче, ну, это все. Давайте до кончины полководца 3, 2... Я даже до трех не досчитал, все. Короче, войска Куша задезморалены, но все-таки успел полководец Куша набить им какие-то бафы, но все, полководца нет, сейчас тоже, я чую, полетят ребята. Так, тут у нас, кстати, конная битва. Вот, опять же, я думаю, сейчас в этой битве все решится, но, как вы видите, опять же, кони у Куша в меньшинстве. В меньшинстве. Плюс ко всему, тут свои бафы полководца ценных набил. Так, ну и, как мы видим, собственно, сражение основной пехоты, да, у них вот отважная знать против воинов с шателлами. Ну, здесь, опять же, как мы видим, к сожалению, войны с шателлами не выдерживают. Ну, потому что тут 2 на 1, 1 на 1, 2 на 1, опять же. То есть, все-таки скиллом зарешал у нас и цен. Ну, и, как мы видим, опять, да, опять Куш разваливается. Большой Куш. А тут, короче, вообще, получается, вот эти 2 отряда, он их завел в тыл и забыл. Забыл про их существование, в принципе, в целом. Пляшем. Вот, ну и, понятное дело, что и цен, и цен сейчас и с ними разберется. Ну, да, все-таки, наверное, недостаток опыта, да, он все-таки сказывается. Все-таки обычный игрок, да, против кланового, который уже, я чую, не одну собаку съел вот на этих всех битвах. Вот, поэтому, да, такие дела. Опыт, опыт, как говорится, не пропьешь. Ну, и, опять же, плюс ко всему, повторюсь, господа, когда вы играете онлайн-битвы, не пренебрегайте конницей и сохраняйте конницу, как зеницу ок. Потому что, опять же, в основном кто и инициирует вход по флангам, а потом и в тыл. Правильно, конница, конница родимая. Вот, поэтому учитесь играть конницей и конные забивы, и конная атака в тыл в фланг, она обычно решает исход сражения. А на сегодня все. Вот эти две битвы, в них выиграл господин Сигурд, Виа Милитера. Вот, Пляшем проиграл, собственно, 2-0. 2-0, поздравляем с победой Сигурда, но, кстати говоря, это не последние битвы в отборочном пока этапе. С этими участниками мы еще и Сигурда и Пляшем еще увидим против других соперников в отборочном этапе, поэтому это еще не конец, это только самое-самое начало, дорогие друзья. Ну, а пока что на этом все. Мне очень важен ваш фидбэк, насколько вам понравилась вот эта вся идея с комментированием матчей. Пишите обязательно в комментариях, понравилось, не понравилось. Пишите советы мне, да, там, типа, как комментатору. Вот, чтобы мои комментирования были лучше, предлагайте свои какие-то варианты. Вот, в общем, жду от вас, тоже от зрителей, максимального фидбэка. И если вам зашло, обязательно ставьте лайк, вот, и тогда буду делать выпуски с чемпионата чаще. Все, всем спасибо за просмотр, господа, и обязательно увидимся с вами. До скорой встречи. Всем мир!